сегодня второй день обучение так сказать рабочим скиллам на работе напомню это кассир моя не первая работа в штатах уже ну официально первая со всеми документами всеми делами и вот я познакомился с пацаном почему с пацаном но молодой 17 лет зовут его айден и и он уже как бы научен работе работают он внимание по 12 часов я понимаю что как бы я не против столько бы работать чтобы зарабатывать на свои нужды и даже больше но нужно вы выдержать паузу обычно на любых работах если работы официальные и там документы оформлены не через жопу то обучение проходит в среднем две-три недели в некоторых случаях 4 если мы говорим закута профессию войти сфере обучение проходит 4 и более недель вот например моем случае было пройдено интервью так как у меня опыт техподдержки есть мне предложили offer компании интернет провайдера а это техникал support 3 уровня подальшим продвижением менеджмент но назначили время обучения первое интервью прошел на второе интервью не назначили собеседу соответственно как мне дали потом обычно фидбэков не дают но пообщавшись с людьми стало понятно что как бы у них they prefer да то есть они предпочитают людей уже с грин картой либо у которых рабочий статус то есть work permission на подольше соответственно есть виза хотя бы на каких-то лет 5-10 с такими они и хотят работать то есть кто ковырялся на сайте indeed кто ковырялся в linkedin у кого большой бэкграунд кто себе себе создавал по образцу американскому те меня поймут то есть когда устраиваешься на работу очень много нюансов очень много вопросов в заполнении так сказать при кауэр letter или сиви персонально заполняется сиви на каждом сайте несмотря на то что как бы вы все равно с этим сиви отправляете еще ваши сиви которые вы сделали да то есть нужно быть готовым к тому что кучу всего нужно будет заполнять на работу на каждую работу тонны документов это все одно и то же я прошу прощения за выражение но если ты пытайся устроиться туда куда возьмут как говорится кто первый тот и того этапки про тебя вот ты три работы для себя рассматриваешь вот тебе три раза и нужно будет сходят сходить скрининг сделать ну то есть анализы сдать там типа драг тест драг тест в америке это и наркотики и алкоголь посмотрят твою историю хороший ты или плохой мальчишка или девчонка если последняя то работы скорее всего не видать поэтому выходите из конфликтных ситуаций сухими вот почему это я все вел то есть я много интервью прошел как тех-саппорт как техникал инженер но как техникал инженер тут честно скажу скиллов мне не хватило в работе с сетевым оборудованием увы но работая даже тем же кассиром можно проходить делать курсы по кибербезопасности 500 долларов 1000 долларов дальше идут уже цены две четыре тысячи баксов сертификаты по кибербезопасности и можно работать начинать разных направлениях но это уже как говорится попозже работая на любой работе которая тебе в америке тебе подходит и внутреннее сопротивление это любая работа поможет тебе жить зарабатывать хочешь двигаться дальше обучайся не хочешь работать много работа головой не хочешь работать головой работой много не хочешь ни того ни другого ну места свободные вот здесь всегда есть всегда как бы это ужасно не звучало там эти места есть всегда так 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 америка и заточена работать надо и много надо работать в общем вернусь к тому с чего начал познакомился с пацаном зовут его айден и работает он много хочу ли я перепрыгнуть вот эту паузу в три недели чтобы зарабатывать нормальные бабки то хочу но хоть ты башкой об стену бейся ничего не получится здесь пока ты учишься на тебе экономят ну и плюс ты обучаешься качественно какой плюс я рассматриваю так давайте с айденом закончим ему 17 лет и работает он 12 часов я когда задавал вопрос говорит поскольку времени ты работаешь с учетом того что тебе 17 ну как бы я знаю как бы часы ограничение ограничение в работе то есть поскольку как бы он несовершеннолетний ему нужно не более 20 часов в неделю работать но он работает over 40 часов неделю ну и зарабатывает он как бы отлично я в 17 лет как бы и блин даже наверное пяти процентов не зарабатывал от того сколько он зарабатывает так доход мои 17 лет был наверное на уровне африки если не в разы меньше ну как бы человек подобного вопроса побоялся потому что есть такие доброжелатели могут это все слить в аэрс аэрс это налоговая штата вот но тем не менее как бы тем не менее закон есть закон но когда человек реально хорошо работает и с этого платит налоги государство на это смотрит нормально если если человека здесь спросят сколько ты на самом деле работаешь если вопрос поставят ребром человек не будет врать он скажет как есть те же ровно действия советую делать мигрантам конечно все зависит от ситуации если вы конечно долбоеб то вам на ваши долбоебские деяния глаза не закроют но если вы нормальный человек работали много пусть работали и незаконно но при этом вы на простой вопрос дали прямой ответ да нарушал закон при этом работал платил налоги никаких вопросов не будет потому что вы платили налоги вот соответственно мой новый знакомый Айден в обход как бы законодательства он работает но при этом все нормально абсолютно абсолютно короче если зарезумировать если вы не совершеннолетний и вы приехали в Америку например как сегодня это либо через родственников либо нашел добрый нашелся добрый американец такие есть таких искать надо ну в общем если как бы вы заехали в штаты по спонсорству или вообще просто заехали вам нет совершеннолетия по конкретному закону конкретного штата да то есть 21 год совершеннолетия то есть если это не так но вы при этом что-то уже умеете в свои 16-17 ну зарабатывать вы будете в принципе куда больше чем ваши родители когда-то зарабатывали едва успев окончить школу важный момент а местные люди глядя на меня думают что я испанец мексиканцы принимают за своего то есть как бы вот немножко загореть и все то есть как бы камера не передает но кожа у меня смуглая лоб косой нос был сломан поэтому тоже со скосом поэтому испан из Украины короче так ну люди так говорят и я думал это шутка но потом столкнулся с некой проблемой то есть Америка прекрасная страна но есть момент проблема а расизм он все равно присутствует в Америке то есть все борются против но расизм присутствует а ради эксперимента я смалчивал иногда откуда во я и у людей отношения ну так себе было конечно когда слышат что человек с Украины ну во первых как бы много вопросов много сожалений от вопросов устаешь на эту тему общаться не хочешь потому что как бы кто хотя бы пару месяцев три месяца и более зацепил периода войны в Украине тот вряд ли будет об этом говорить будто о чем то таком офигенном в общем люди думают что я испанец которыми я не не являюсь но мексиканцы в магазине приняли за своих и это уже не первый случай пацаны тут на районе кто мексы испанцы тоже ходят там приветы говорят там типа hello chico или хай эсэ ну короче такое американо-мексиканское ну короче да я думаю что происходит и это тоже как бы один из ключевых моментов когда заполняешь опросник на работу к примеру в IT компанию или даже там там менеджер там технишин пусть даже ты идешь как провайдер людям интернет подключать я не говорю там тягать хардлайн это кабели протягивать на столбах нет просто общаешься с людьми и занимаешься настройкой интернета дома даже если в такую ты позицию идешь немножко выше чем эта позиция то есть если людям вы не понравитесь и вас не возьмут и вопросники есть такой вопрос вы черный вы белый вы белый не испаноговорящий то есть написано ну как не испаноговорящий а визуально вы не испанец то есть там написано white в скобках not hispanic соответственно как бы этот вопрос уже о чем-то говорит и реалии таковы что каким бы ты красивым мальчиком умным бы не был с каким бы охуительным бэкграундом ты бы не был скорее всего уже на этом этапе просто ну люди выйдут в интервью в онлайн интервью как сейчас это модно посмотрят на тебя и скажут а ты значит не испанец да